Е.С. Ляпин, доктор физико-математических наук, профессор математики, сам все это и наблюдавший, и переживавший, высказался так. Один момент я все-таки отмечу, ибо он для нас сыграл свою роль, как и для многих людей тоже. Я говорил с врачами в тот период, и потом они это подтвердили. Ведь нормально люди себе представляли, что человек это вроде печки. Пока дрова подкладывают, печь горит. Если нет дров, их не подкладывают, дрова сгорели, и печка потухла. Ну а человеку подкладывают там всякие калории, на этих калориях он живет, действует. А когда их нет, то расходуется то, что накоплено в организме, жировые отложения, мускулы. Он все это съедает. Когда у него все сгорело, а всякий физик знает энергосистему, нечем двигаться, он умирает. Но часто человек умирал тогда, когда в его организме какой-то еще небольшой запас калорий в физическом, примитивном смысле оставался. Печка работать еще могла, а он умирал. Человек-то все-таки не печь. Человек очень сложное устройство, необычно сложное. В этом отношении важную роль играло то, как человек себя вел, насколько он мог бороться. Я помню людей в начале голода, которые перестали мыться, перестали бриться. Если получали по карточкам, то тут же в магазине все съедали сразу. Если давали на три дня, они съедали все в один день, а потом у них ничего не было. И это не ужасные безвольные люди, нет, нормальные, хорошие люди. Они исходили из принципа той же самой печки. На движение человека тратятся калории. Калорий не хватает, надо лежать. Лежать столько, сколько можно. Не надо шевелить пальцами, надо лежать. И это было ошибкой, потому что человек не печка. Правда, идешь по комнате, тем более умываешься. Тем более холодной водой тратишь на это все какие-то калории. А на самом деле так ты продолжаешь оставаться человеческим существом, которое в какой-то степени функционирует. Надо сказать, что многие люди в этом отношении стали на позицию наблюдения жесткого режима. Конечно, режима, соответствующего тем условиям, которые были, но это было твердо на каждый день. Для тяжелого периода блокады обед состоял из кипятка, в котором размачивали 50 граммов несъедобного хлеба. Ели из тарелки ложкой. Можно подумать, что я о пустяках говорю. Не все ли равно, когда съесть свои 125 граммов, размачивать хлеб или нет, есть ложками или так. Нет, это было важно. Надо было создать какой-то ритм, похожий на жизнь нормального человека. Это я знаю по себе, знаю по своим близким, знаю и слышал от врачей, которые могли наблюдать все это в массовом порядке. Конечно, это не гарантия. Естественно, что в конце концов никакой режим не действует, если человек не получает пищи. Рано или поздно смерть его захватит. Рано или поздно смерть его захватит. Рано или поздно смерть его захватит. Хватит. Народ.